В празднование Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Пресноделы Марии в Урюпинске около 300 местных жителей и гостей города собрались на Божественную Литургию в Покровском кафедральном соборе. Возглавил торжество епископ Урюпинский Инновоанинский Елисей. Покровский собор самый древний из храмов города. Постройка была завершена в 1740 году, но место оказалось неудачным, деревянное здание заносилось песком, поэтому 28 апреля 1778 года его перенесли на новое место, а в октябре осветили. Затем тщением прихожан был отстроен новый каменный храм. В 20-х годах 20 века по приказу властей церковное имущество изъяли, сняли все шесть колоколов. Тем не менее церковь не закрывалась даже в самые суровые богоборческие годы. Службы здесь не совершались лишь на протяжении небольшого промежутка времени. В марте 2012 года Урюпинск стал центром новообразованной епархии, и Покровский храм получил статус Кафедрального собора. Здесь пребывает чудотворная урюпинская икона Божьей Матери и частицы мощей многих святых. Всему священному собору, братьям прихожанам, поющим, благотворителям, благоукрасителям. Здесь действует воскресная школа, приходская социальная служба, библиотека с большим выбором православной литературы. По окончании богослужения правящий архиерей поздравил духовенство и паству с престольным праздником. Прозвучали поздравления не только в храме, но и в школе номер шесть. Праздник, который мы почитаем, особенно здесь, на этой земле, на казачьей земле Урюпинской, других землях казачьих он очень почитается. Вообще он в России очень почитается. Вот интересно, да, есть такие события, которые происходят в других странах, и такие люди, которые живут в других странах, но они почему-то бывают больше известными именно в других местах, чем у себя народы. Вот это событие произошло в X веке в Византии. Это сейчас Турция современная. Покров, значит, над всеми с вами, он простирается, он нас защищает, нас с вами тоже защищает. Знаете как, вот, идем куда-то, попросили Матери Божьей, Матери Божьей, помоги мне, пожалуйста, смотришь, вот, и с нами никакой гористи не происходит. В этот день Владыка также напомнил, что в Покровском кафедральном соборе продолжаются ремонтно-восстановительные работы. К сожалению, продвигаются они очень медленно, поскольку реставрация старинного храма требует гораздо больших затрат сил и средств, чем постройка нового. Поэтому архипастер призвал всех горожан не оставаться равнодушными к судьбе своего родного храма и оказывать ему посильную помощь, как материальную, так и молитвенную. Радуйся, вдовица Сиры, благосердная попечительница. Также в этот день епископ Елисей совершил молебное пение с чтением Акафиста у рюпинской икони Божьей Матери на месте ее славного явления. К началу богослужения архипастер доставил на святой источник чудотворный образ. Я благодарю, что мы прожили этот год так с вами, милостью Божией. Господь нам дал очень много радостей в этом году и много испытаний еще дает, и даст будет много испытаний и в нашей жизни, в личной, и в церковной жизни, и в жизни прихода Покровского, и общины Покровской, и здесь вот устроение. Но самая главная радость наша в том же, что здесь наконец-то у нас произошло чудо, и вновь появилась именно вода, которую мы так все долго с вами ждали. Чтобы святой источник вновь забил, люди пытались вручную рыть, бурить, искать воду. Но в то же время у рюпинцы не забывали с молитвой обращаться к Божьей Матери. Одновременно и облагораживали место, и совершали Акафисты. Сейчас в Роднике снова появилась вода. На радость местным жителям и паломникам. Редактор субтитров А.Семкин